Джамбо, друзья! С вами Дима Небилан и сегодня мы отправляемся в солнечную Африку, к берегу Индийского океана, а именно в Кению. Нас ждет подводный мир, колоритное местное население и множество диких животных. Поехали! По уровню развития Кения застряла где-то в 60-х годах. Это начинаешь понимать только приземлившись в аэропорту. Здесь до сих пор в ходу вентиляторы, кондиционеры отсутствуют как класс, дизайн окружения тоже остался где-то там в далеком 20-м веке. Здесь по-прежнему проверяют ковидные прививки и меряют температуру на хелс-чеке, опасаясь тропической лихорадки и других неприятных болезней. Но самый неприятный сюрприз преподносит местная таможня. Джамбо из Кении, друзья! Ну что, как видите, я в Кении. Акуна Матата. Знаете, что это значит? Это означает не парься. А почему вообще люди в Кении парятся? А я вам расскажу. Потому что Кении меня встретила сразу неприятными сюрпризами. Прямо в аэропорту у меня сразу же забрали дрон и для того, чтобы его вернули, оштрафовали на 50 евро. Потому что дроны в Кении абсолютно запрещены. Запрещено ввозить и использовать туристам, а вот местным покупать и пользоваться сколько угодно. Не знаю, как они это регулируют. Паспорт, что ли, спрашивают у пролетающих мимо дронов, но не суть. Аргументы, что, например, если я просто не через их аэропорт вылетаю, чтобы забрать этот дрон, никого не волнует. То есть у тебя забирают дрон и потом в аэропорту ты его на обратном пути можешь забрать. В каком состоянии и кто его будет использовать, непонятно. Поэтому я лучше заплатил этот штраф, так называемый, без всяких квитанций. Мне просто вернули дрон и поэтому я буду снимать дроном максимально запрещенные кадры для вас, Кении, в эту поездку. Все кадры, снятые с дрона, уникальные и сделаны под большим риском штрафа в 20 тысяч евро. Поэтому цените их. Ну а что касается еще одного неприятного сюрприза. На мне эта майка не потому, что я так люблю Кению и не потому, что она супер классная, а потому, что чемодан мой со всеми вещами так же, тадам, не прилетел. Поэтому это все вещи, которые я купил тут в местном магазине. Все, что у меня есть, но я не отчаиваюсь, потому что у меня остались камеры, остался этот дрон и осталась Кения, которую я вам буду показывать. Чемодан, кстати, нашелся на четвертый день моего пребывания в Кении, поэтому не переживайте. Отели в Кении выполнены на хорошем уровне и это неудивительно, ведь туризм главный источник дохода страны. Здесь очень чисто, персонал приветливый, алкоголь в основном местный, но хорошего качества, так как сахарный тростник растет по всей стране и ром здесь ничем не уступает карибскому. В первую очередь, конечно, хочется отметить океан индийский, ради которого люди сюда, в принципе, и едут. Но посмотрите, какая красота, да? А здесь никаких претензий быть не может, кроме многочисленных приливов и отливов, когда вода просто убегает так далеко, что до нее не дойти. Еще стоит отметить еду, она полностью натуральная, так как в бедных странах нет денег на использование различных химикатов и консервантов. Сама кухня, как и везде в Африке, представляет микс из индийских и европейских блюд, чего-то своего прям супероригинального, кроме риса с курицей вы вряд ли найдете, но желудок скажет вам в любом случае спасибо за качество продуктов. Самое интересное в отеле разворачивается непосредственно на его территории, а именно это куча обезьян, которые здесь повсюду. Они то воруют еду со столов, то гоняют местных котов, то просто мирно сидят и обедают листьями с ближайшего куста. Такого контраста вы точно не увидите нигде, кроме Африки. Коты, надо сказать, тоже интересные, ведут себя как домашние, постоянно порываясь пожить у вас в номере. Я также рекомендую не брезговать сервисами от местных на пляже, например, шикарный часовой массаж вам сделают всего за 8 долларов. Даже на Бали дороже. Исторически Кения пережила много переделов и потрясений. Здесь были португальцы, немцы. Долгое время территория находилась под султанатом Зантибара, и рабов отсюда также вывозили множество. Последним хозяином страны была Великобритания, поэтому движения здесь также правосторонние и розетки английского образца. Практически все местные знают несколько языков. Африканский, суахили, английский, какой-нибудь местный племенной, и французский, немецкий или испанский, по желанию. С языками история вообще интересная. Кению собрали исторически из 43 племен, у каждого из которых был свой собственный язык. В итоге суахили ввели только для того, чтобы люди одной страны вообще могли хоть как-то понимать и разговаривать друг с другом. За окном, куда бы вы ни ехали, вас будет ждать либо бескрайняя зеленая природа до горизонта, либо на контрасте нагромождение людей, товаров, непонятных построек, шум, гам и полный хаос. Выходить из машины абсолютно не хочется, да и не рекомендуется, преступность тут зашкаливает. Говорят, местные пользуются самыми дешевыми телефонами 15-летней давности, просто потому, что брать что-то дороже нет смысла, все равно украдут или ограбят. Местные гиды говорят, что при свете дня можно без проблем находиться на улице, а вот после заката солнца, особенно белому туристу, туда лучше не соваться. Беспросветная нищета везде и повсюду контрастирует с прекрасной природой. Несмотря на обилие женщин в хиджабах, мусульман здесь всего 20%. Кения – христианская страна. Все вокруг хотят денег, так как ты белый, глупый, богатый турист, к вам просто может подойти любой местный и сказать «hello, money», что в переводе означает «привет, деньги». Ну, в общем, деньги давай. Так давайте поговорим о деньгах. Местные деньги, кенийский шиллинг, разменивается по курсу примерно 130 шиллингов за 1 евро. Деньги, видавшие виды, в основном купюры старые. Ну, а так, деньги как деньги, ничего особенного. Ну что, друзья, сейчас мы отправимся на то самое сафари в Кении на целых два дня и увидим, надеюсь, множество животных, а в том числе ту самую большую пятерку, как ее называют. Поехали! Исторически сафари предполагала охоту на диких животных в дикой природе. Сейчас это лишь фотоохота на территории огромного заповедника. Мы садимся в джип и едем 4 часа, пытаясь отыскать животных, чтобы сделать пару фоток и ехать дальше. Потом перерыв на обед в отеле, который находится в середине заповедника, и еще 4 часа поисков. Далее ночевка, и все повторяется на следующий день. Таких дней может быть множество, насколько хватит у вас терпения и денег. Само сафари выглядит так. Вы едете и едете и едете. Сделаешь так? Взрывается, короче. Смотришь, посмотришь, 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 посмотришь. Очень сильный ветер. К сожалению. Вокруг вас до горизонта тянется африканская саванна, периодически вдали возникают животные, иногда вы проезжаете скелеты обглотанных антилоп и зебр, иногда дорогу переходят слоны, вдалеке пасутся жирафы. Иногда антилопы, зебры, козлы и пумбы, местные свиньи-бородавочники, известные по диснеевской франшизе «Король лев», также попадаются на горизонте. Еще поражают огромные муравейники-термитники, которых просто куча. Их размер доходит иногда до человеческого роста. Кстати, как оказалось, белорусские и польские журавли на время зимовки именно сюда и прилетают, в Кению. Здесь их просто множество, и в принципе непонятно, зачем им вообще отсюда куда-то потом улетать. Еды навалом, климат отменный круглый год. На сафаре ездят, чтобы увидеть так называемую «большую пятерку» — львов, слонов, буйволов, бегемотов и гепардов. Последних, кстати, найти сложнее всего, они изначально маскируются от туристов. Однако мне не очень повезло, до нашего сафари три дня шел дождь, воды было навалом, и звери отошли от привычных водоемов вглубь саванны, поэтому из пятерки навалом было только слонов. Львов вообще удалось застать в пикантной ситуации. И раз уж пошла такая речь, спаривается лев от силы секунды три. Зато каждые 20 минут. На две недели он уходит для этого с одной львицы из Прайда, а потом они возвращаются к остальным. Скорее всего, потом лев уходит со следующей и так далее по кругу. Неплохо устроился, не находите? Остальных животных из пятерки мне за два дня так и не удалось увидеть, но ничего, я их уже видел в зоопарке. Саванну лучше всего разбавлять океаном. По-индийскому всегда плавать одно удовольствие, поэтому сравним разнообразие мира надводного с миром подводным. Если сравнивать подводный мир с тем, что мне уже удалось видеть в других странах, то здесь особо нечем удивить, хотя это зрелище непременно завораживает, несмотря ни на что. А вот сама прогулка на лодке, выполненной в традиционном кенийском дизайне, удалась, хотя водные просторы вокруг того же Занзибара выглядят гораздо живописнее. До него, кстати, по воде от Кении 7 часов хода. Здесь можно также увидеть дельфинов, поплавать с рыбками и пообедать на заповедном острове в окружении местного населения. И смотрите, какая атмосфера царит на борту лодки. Однако я как-то умудрился простыть в Африке и заболел. Сложив 2 плюс 2, а именно чемодан, дрон, сумасшедшее поведение котов и все остальные неудачи этого путешествия, вывод напрашивался один. Я как-то прогневал местного бога Вуду, папу Легбу. Значит, мне срочно нужен ритуал очищения. Для этого местные используют магический водопад, воды которого смывают весь негатив. Находится этот водопад в другом национальном парке, природа которого гораздо больше похожа на привычную нам леса, поля, реки. Здесь специальный рейнджер с автоматом ведет вас 5 километров на этот самый водопад. Автомат нужен для того, чтобы отбиваться от диких животных по дороге, так как если они нападут, а такое уже случалось, придется отстреливаться. Да и сам путь представляет собой то еще испытание. Сначала это резкий спуск по скалам, где сломать ногу просто 6 секунд. Тропинка через поле, где из высокой травы на тебя может накинуться любой леопард. Потом прогулка по влажному лесу, кишащему насекомыми, горные тропы, переход рек по очень хлипким мостикам и в довершении резкий спуск по камням. Все это, разумеется, при 35 градусах жары под палящим солнцем. Но все благополучно осталось позади, и вот он, древний магический водопад. Вот мы и добрались до того самого водопада, где шаманы-кени смывают темную ауру. Я сейчас проверю это на себе, как у меня сменится темная аура и была ли она у меня. Ну а вы наблюдайте. Не знаю, что там насчет негатива и ауры, но после такого пути окунуться в прохладный водопад и правда ни с чем не сравнимые ощущения. Суровый рейнджер еще и разрешил мне полетать здесь на дроне в качестве большого исключения. Эксклюзивность этих кадров зашкаливает. Хотя, если быть честным, первый раз за все годы использования мной дрона он начал глючить в этом месте. Сначала камеру заклинило в одном положении, она не могла повернуться. Потом дрон стал летать с перекосом на одну сторону. Ни до, ни после этого места я подобных эффектов у него не наблюдал. И правда, магия. Но от обратного пути по горам и долинам она не спасает. Зато, когда горы остались позади, просто посмотрите, какая тут природа, какой шикарный вид открывается на закате. Вечером после заката солнца в Африке делать решительно нечего. Света здесь мало, за пределами отеля опасно, океан уходит на отлив, бассейн закрывают, поэтому остается только поужинать и насладиться вечерней развлекательной программой в отеле. Она на удивление разнообразна. То целая группа танцоров выступает с различными шоу, то песни поют шикарно, то просто ужин вынесут из ресторана на открытый воздух к бассейну и эллиминацию зажгут красивую. В общем, друзья, я рекомендую вам Африку к посещению в любом случае. Если что-то случится с вами здесь, то пускай не сразу, но к концу поездки обязательно все разрешится. Чемодан найду, ауру почистят, а эмоций от всего этого хватит еще надолго. Акуна матата всем! Не парьтесь, и с вами был Дима Небелан. Ставьте лайки этому ролику, подписывайтесь на канал, чтобы я скорее мог отправиться в новое место, чтобы потом показать его вам. До встречи!